На Алтае разрабатывают новые формы поддержки промышленных предприятий, которые выпускают продукты народного потребления. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время рабочего визита на приборостроительный завод «Ротор». По словам главы региона, самая легкая задача экономического направления на 2019 год – сохранить показатели прошлых лет. Будут и другие. Создание для таких предприятий, которые работают по специальным заказам, по гособоронзаказу, создание дополнительных возможностей для производства продукции иной, то есть для диверсификации. По поручению президента страны, к 2030 году половина продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России должна быть гражданской. «Ротор» в этом направлении развивается давно. Кроме сложных электромеханических систем и приборов для морских судов, самолетов и ракет, здесь выпускают кухонную медицинскую продукцию, а также автотехнику. Доля гражданских товаров уже составляет треть от всех объемов производства. Ежегодно «Ротор» тратит по 100 миллионов рублей на техническое перевооружение. Власти намерены помогать всем алтайским предприятиям, работающим в этом направлении. В прошлом году в регионе создали фонд развития края. Он оказал помощь восьми предприятиям на сумму в 350 миллионов рублей. А вот специальной программы поддержки пока нет. Ее планируют создать к середине года. Одним из первых ее опробует «Ротор». Однако новые направления выпускаемой продукции на заводе осваивают уже сейчас. С января месяца мы серийно изготавливаем детали для магистрального гражданского самолета МС-21 производства Иркутского авиационного завода. Мы начали серийное изготовление деталей для железнодорожного подвижного состава российских железных дорог. И планируем по медицинскому направлению результат по медицинским изделиям в течение полгода. Это будет направление по хирургии.